Как говорится, нет хороших знаков зодиака и нет плохих знаков зодиака. Есть только те люди, которые не умеют владеть своим потенциалом. И это на самом деле то, что нам необходимо будет выяснить сегодня до конца выпуска. Потому что умея качественно владеть своим знаком зодиака, это потрясающий момент выжить в этом неустойчивом мире. Поэтому садитесь поудобнее, будем разбираться. Итак, почему кто-то из нас рыбы, кто-то из нас дева, а кто-то у нас весы? И почему кто-то соответствует, а кто-то не соответствует? Дело в том, что мы, каждый из нас, родились в определенное время, в определенный момент. Мы сами выбрали этот момент. И мы выбрали именно те самые определенные качества, которые у нас есть. То есть мы условно поделились на знаки зодиака. То есть каждый родился в свой момент времени, который отрезок ему необходимого прожить для того, чтобы реализоваться в этой жизни. Максимально раскрыть свой потенциал. Творческий он. Или он какой-то более душевный. Хотя душевность от творчества мало чем отличается. То есть это просто разные слова одного и того же. Но мы определенно родились в свое время с определенными плюсами и минусами. То есть это те качества, которые нам помогают развиваться. Да, без минусов не будет у нас хороших качеств. То есть из наших качеств, которые нам мешают, например, мы не можем проснуться утром рано. Нам сложно начать жить по режиму. Зато здесь есть определенная доля пофигизма. Определенная доля расслабленности. Не бежать. И это тоже хорошо. То есть у каждого из нас есть качества, которые нам как помогают, так и мешают по жизни. И то, как мы ими владеем, будет зависеть наша жизнь. Поэтому кто-то из нас скорпион, кто-то из нас собранный козерог, воинственный кто-то скорпион. А кто-то из нас миролюбивые рыбы. И здесь все по-разному. Итак, овны. Овны. Это быстрый. Это первый знак зодиака. Он не просто так первый знак зодиака. И градация идет с него, потому что так заложена природа. Овен должен быть всегда самый первый. Овен должен всегда торопиться. Не факт, что он доделает какие-то свои дела до конца. Вообще нет. Но главная сущность овна – быстрый. Быстрый. Скорость. Активность. То есть, если вы видите овна, который так себе лежит на диване, попивает маргариту на пляже, это так себе овен. То есть, это овен, которому что-то не хватает в этой жизни. Овен имеет четкую индивидуальность. То есть, он понимает, кто он, куда он идет. То есть, он знает вектор своего движения. Он знает, кто он по жизни. У него есть внутренний такой план. Пусть он будет не такой простой, например, как у козерога. Он будет с какими-то там сложностями. Но вот овен, он вижу цель, не вижу препятствия, пошел и делаю. То есть, все остальные отговорки для нормального, классного, заложенного в потенциале овна не существует. То есть, он захотел – сделал. Захотел – полетел на другой конец планеты, потому что ему надо. Ну, там все остальные варианты, когда ему кто-то что-то говорит, что это не так. Ну, окей, но овен это в принципе не слышит. Спонтанность, уверенность, упорство. При этом овен – отличный стартапер. Ему легко, классно начинать дела. Он умеет это делать настолько ловко, как не может ни один больше другой знак зодиака. То есть, всем остальным сложно овну по кайфу. То есть, это тот знак зодиака, который максимально больше дел начнет, даст им энергию. Ну, конечно, овну самое сложное, да, из минусов овна. Это сложно доделывать дела. Нет у него настолько терпения, нет у него настолько усердия. Этим пусть занимаются другие знаки зодиака. А овну, конечно, главное начать. Главное начать. Овен настолько быстрый, что для него самое важное – это соревновательный эффект. То есть, если для овна нет какого-то соревнования жизни – сделать первым, сделать быстрее, сделать красивее. В принципе, сделать. Вот такая история. Сделать это первым, что-то внедрить, реализовать, создать. А то ему неинтересно. То есть, вот такая задача овна – самое главное, самое первое вообще в гороскопе. Все остальное, что естественно. Это максимально творческий потенциал, максимально раскрывающийся творческий потенциал. И раскрывается он тоже быстро, да. Зависит от того, насколько овен начнет и насколько он реализуется. Хотя потрясающий стартапер. Классно начинает любые дела. Естественно, спринтерские расстояния – это для него активность, действие, сумасшедшая энергия, которая бьет ключом фонтанов, от чего, собственно, и заряжаются все вокруг. И за это весь гороскоп ценит овна. То есть, окружающие люди обожают овна за то, что у него очень много энергии. То есть, это тот локомотив, который всех на себе прет. То есть, потому что он первый, потому что он гонит, потому что он не сдается. В нем нескончаемый оптимизм, который бьет ключом. То есть, сама природа так задумана. Первый знак огня в гороскопе, в зодиаке. И в нем очень много той самой энергии, которой заряжаются все остальные. Подытожу плюсы овна. Быстро, быстрота, скорость, активность, действие. Потрясающий творческий потенциал, потрясающий финансовый потенциал. Потрясающая сексуальность. То есть, овны – очень сексуальный знак зодиака. Они очень активны, очень обворожительны в этом плане. И когда у них природная энергия гуляет как надо, это очень сексуальный знак зодиака. То есть, присутствует романтизм, присутствует творчество. Эта энергия закручивается. Расскажу про минусы, овна. Это безапелляционность во всем. Сложно подчиняться им вообще в принципе. Сложно жить по жизни расслабленным человеком, когда рядом с тобой такой капитан. И все говорит, быстро делать надо, бежать, быстрее, быстрее, выше, сильнее. То есть, с овном сложновато жить. Сложно с ним строить партнерские отношения в плане именно его характера. Не в плане сексуальности, а именно в плане внутренних черт, неумению расслабиться, быть всегда на чеку, быть всегда на готове, в спринтерском таком состоянии, в постоянном состоянии активности. При этом присутствует деспотизм, неистовое просто упрямство. Овна сложно. Сложно ему что-то доказать, сложно ему что-то в жизни внедрить. И такой момент, что овну вообще не важно, что ты ему скажешь, он уже делает. То есть, его сложно остановить, сказать, что что-то не так. Поэтому овна, если у него вектор действия нечеткий, то есть, если он у него сбит по жизни, то он может не только что-то строить и создавать, но и разрушать. Поэтому здесь главное, чтобы с овном был достаточно терпеливый человек, который может его в нужное русло направить. Это для овна очень важно. Направить и заземлить. Из еще одних таких, пожалуй, интересных минусов овна, кому-то они покажутся абсолютно нормальными, кому-то же нет. Овен в состоянии своих действий, активности, какой-то гонки. Может хамить, может хамить, ругать, материться. То есть, это такое состояние, которое окружающие уже, наверное, привыкли. Те, кто не знают, знаете, что овны, да, они могут хамить не потому, что вы им не нравитесь, а потому, что они торопятся, не могут подобрать нужные слова, и им нужно куда-то ускакать, они уже летят на Марс. Еще один из таких сложных минусов. Овну сложно жить спокойной жизнью. Потому что, если овен будет жить спокойной жизнью, ему будет скучно. Поэтому он постоянно придумывает какие-то активности, движения. Вот не может он на одном месте усидеть. Поэтому, если вы человек достаточно такой приземленный, то есть, если вы прям такой телец-телец или дева-дева, то с овном ему будет сложновато. Овну хорошо, классно, когда с ним находится рядом человек огня, либо человек воды, воздуха, да. То есть, овну будет хорошо с таким же сумасшедшим водолеем, прекрасно будет с близнецами, прекрасно будет в партнерских отношениях, со стрельцами, будет очень много огня. Поэтому со стрельцами и со львами овну будет, конечно, классно в своей стихии, но этой стихии будет очень много. Поэтому лучше, конечно, разбавить воздухом, да. Поэтому классные партнерские отношения овна будет с водолеями, овна будет с знаками воздуха, да. То есть, с весами, потому что они будут балансировать. Либо же с близнецами, которые тоже будут придумать постоянные идеи, куда бы поехать, что бы придумать и как бы повеселиться. С карьерой овнов тоже, как правило, все складывается очень хорошо, очень стремительно, очень стабильно, да. Потому что овен действует. То есть, овен, который живет по своему знаку зодиака, он действует, он активный и у него, естественно, складывается карьера. Поэтому с этим у него проблем нет. События закручиваются классно, он всегда говорит «я», он всегда высказывает свое мнение, он всегда работает, он всегда старается, он всегда действует. Что на самом деле и нужно в мире денег и большой карьеры. Здоровье. Здоровье овна, в принципе, потрясающее. Классное здоровье, много активности. Здоровье в хорошем состоянии за счет активности, да. Если вы видите овна, который хворает, которому тяжело, который постоянно болеет, причем такие болячки, как сотрясение мозга, ушибы, это для овна нормально. То есть, он это даже не замечает. То есть, сотрясение мозга, конечно, понятно, да, потому что бьется головой о стену, который, в принципе, не может сразу, да, сразу подвинуть. Но это нормально. То есть, это все проходит, это те овновские болячки, которые его покинут, и будет у него все прекрасно. А вот если вы видите овна с какими-то сложными, тяжелыми внутренними заболеваниями, заболеваниями внутренних органов, то здесь, естественно, сразу мы делаем большой такой жирный-жирный минус, да, и мы сразу понимаем, что это овен, который не живет своей жизнью. То есть, это тот овен, который не счастлив по жизни. Это тот овен, который не знает, как своей энергией распорядиться. То есть, она у него есть, но он ею не распоряжается. То есть, как бы, таланты и качества у него есть, он природой взял, но в мир их не реализует, да, то есть, он их украл, получается. Поэтому овен их ворает. То есть, это такая расплата. А так, конечно, овны – это потрясающий, потрясающий потенциал для работы в долгу. С ними можно построить классную жизнь, личную, семейную, потому что энергию у них хоть отбавляй, постоянно что-то придумывают с ними интересно. Конечно, если вы любите приключения настолько, сколько любят это овну. И что же необходимо овну делать такого для того, чтобы, ну вот, жить свою жизнь, да, чтобы быть активным, чтобы быть интересным для себя и для окружающих? Такие рекомендации, еще их называют там солнцезажигающие действия. То есть, включить свое солнце, потому что в 23, 24, 25 году для того, чтобы выжить в этом мире, необходимо вот прям реально быть своим знаком зодиака. То есть, овну – быть овном, тельцом – быть тельцу, да. Вот такое состояние необходимо, потому что мы все сюда пришли для того, чтобы жить свою жизнь. Не смотреть на кого-то там, на Васю, Петю, Наташу, Марину. Нет, для того, чтобы жить свою жизнь, потому что жизнь у нас у каждого, она своя, она интересна. И этим мы все здесь собрались, такие разные, для того, чтобы каждый реализовался. Итак, рекомендации для овны для того, чтобы прожить свою кайфовую, интересную жизнь. Это что? Это у нас, во-первых, овну сложно, но это режим дня. Режим дня дисциплинирует и ставит овна на лыжи. То есть, благодаря этому овен много чего делает. То есть, он активный, он бодр, естественно, ранний подъем заряжает овна еще раньше. Овен может тусить всю ночь, да. При этом овну вот захотел уснуть, лег, полежал, поспал часик-другой в обеденное время. И это прекрасно. Уметь нужно перезаряжаться, перезаряжаться. Но у овна еще есть такая проблема. Он не может уснуть. То есть, когда у овна не выплеснута энергия, у него бессонница. И это для овна очень плохо, да, потому что нет вот этой смены работы мозга для того, чтобы пойти дальше, для того, чтобы быть активнее, для того, чтобы вот эта энергия, которая есть сейчас, чтобы она еще была и через час, через два, и вечером, и на следующий день, и через день. То есть, это вот тот запал, как спичка, да. То есть, овна можно сравнить с спичкой. Быстро загорелся и быстро потух. И для того, чтобы вот он не тух постоянно, не был в потухшем состоянии, ему необходимо как раз-таки выполнять эти рекомендации, там, зажигать свое солнце, включать свою энергию для того, чтобы она у него бурлила. И это что? Естественно, это режим дня, распорядок дня. Он овна просто максимально включает, максимально заряжает. Второе, это, пожалуй, быть всегда в тусовке с людьми в активных компаниях, кто будет вас заряжать. То есть, если вы потухши овен, у вас такая настала депрессия, потому что моменты в жизни бывают разные. Сходите в тусовку, сходите на вечеринку, сходите на мероприятия, на активные какие-то мероприятия, на спортивные мероприятия. Вообще, овну классно и полезно заниматься спортом. Это спортивный, активный знак, который будет энергию только культивировать. Любой спорт, любая активность, абсолютно любая. Йога будет овну скучновато. А вот что-то побегать, попрыгать, какой-нибудь воркаут со всеми в тусовках на площади города. Активно, прекрасно. Без вообще либо каких расслаблений, без монотонности. Активно, четко действовать. Еще одно. Овну бы классно слушать музыку, потому что вместе с музыкой к нему приходит вот эта энергия творчества, энергия бурлящей жизни, энергия активности. Танцы. Танцы, казалось бы, такое нелогичное действие, но нет, танцы это синоним спорта для овна. Любые танцы, латинские, парные, потому что овну сложно быть в паре. Парные танцы прекрасно для овна, точно так же, как и одиночные танцы прекрасно для овна. Овны дают, танцы дают как раз таки овну вот эту активность движения, плавность движения, движение тела. Когда мышцы все бурлят, они активны, они работают, они двигаются. И для овна это прекрасно. Плюс здесь еще присутствует ритм, здесь присутствует напористость и страсть, которая также необходима овну. Еще очень важное действие для овна, что-то делать руками, что-то творить. Будь это резьба лобзиком, будь это выжигание, будь это что-то создание своими руками, шитье. Конечно, там надо, чтобы что-то горело постоянно. То есть шитье нормально, вот эти вот покалывания. Потому что управитель овна это Марс и Плутон. И это такие достаточно очень активные, яростные планеты. Поэтому важно, чтобы овна что-то вот в руках, что-то они делали руками, да, чтобы энергия уходила не только в голову, но и распределялась еще на руки. Любой, абсолютно любой вид деятельности, будь это гребля, грести руками, да, будь это создание, выжигание, точить, пилить. Многие девочки пилят ноготочки, прям овну знаю и расслабляются, вот прямо по кайфу от этого звука, да. То есть есть такое ощущение, нужно распределять энергию с ног, головы и до пальчиков, до кончиков пальцев, да. Поэтому, дорогие овны, если вы чувствуете напряжение, если вы чувствуете у вас недостаток сил, активности, действий, то есть если вы чувствуете такое амебное состояние, знайте, что вы перестали жить как истинный овен, то есть вы перестали расходовать свою вот эту мощнейшую, потрясающую энергию, и вам в этом мире уже прям сложновато. Поэтому овны, будьте активны, будьте в движении, и все у вас будет получаться классно, потому что когда овен живет своей жизнью, у него есть здоровье, у него есть деньги, у него есть личная жизнь, у него постоянная работа. Работа может и меняться, но это то направление в жизни постоянное, куда он стремится, да. Овну также можно распыляться, в этом нет ничего сложного, то есть иметь несколько видов деятельности, у него на этой энергии хватит, потому что все вас именно за это и любят, за то, что вы такой активный, бурлящий, за то, что вы такой быстрый, первый, скоростной, то есть им этого не хватает, и они заряжаются этим у вас. Но и вам необходимо для этого быть таким, для того, чтобы быть расслабленным по жизни, то есть вы расслабляетесь в движении, то есть вы уснуть не можете, потому что у вас очень много энергии накопилось. Подытожу, дорогие овны, будьте активны, будьте стремительны, будьте упрямы, потому что ваше упрямство необходимо этому миру. При этом вы будете здоровы, при этом вы будете счастливы, вы будете максимально раскрывать свой потенциал, и у вас будут деньги, да. Если же вы не активный овен, если вы такой амебный, ждете ситуации, когда что-то случится, знайте, что ваша энергия потухла, вам необходимо действовать, потому что самое главное качество овна – это действовать. Итак, подытожу качество овна, да, плюсы, то есть это тот человек, который выигрывает не с помощью терпения, а с помощью скорости, то есть он что-то быстрое создал, быстрое сделал и победил, да, реализовал это раньше всех. Много огня, много энергии, естественно, эта энергия бурлит, выходит наружу и заряжает всех вокруг. От этого кайфуют все остальные, потому что не многие знаки зодиака могут порадоваться таким объемом энергии, поэтому если вы находитесь рядом с овном, кайфуйте с ними и заряжайте все это энергией.